Балтик челлендж ACB 19 И нас ждет сейчас пятый поединок сегодняшнего вечера Давид Габара, польский спортсмен с рекордом 4-1 А будет противостоять Ильясу Амарову, российскому атлету 2-0 Вот Ильяс сейчас как раз и готовится войти в клетку Итак, представляю участников пятого боя нашего вечера И первым бойца, стоящего в синем углу Ему 25 лет, базовый стиль, бразильское джиу-джитсу Профессиональный рекорд, 4 победы, одно поражение Рост спортсмена 175 см при весе 70 кг 300 г Из клуба Грейси Барра Лодь, Польша Давид Габара Как вам есть такое наименование клуба Грейси? Да, интересно Брендовый момент Послушаем сейчас Боец больного стиля, ему 27 лет Рекорд в ММА Два боя, две победы Рост 169 см Вес 69,9 кг Из Калининграда Клуб Балтик Челлендж Ильяс Амара Максим, очень интересно ваше мнение Когда боец, представитель вольного стиля Да, выступает по смешным единоборствам Не являясь и не имея каких-то любительских боев По другим различным единоборствам Мы знаем, что американцы Очень неплохо себя проявляют Полностью уделяя внимание только ММА Только ММА А у нас очень много российских бойцов Которые из других видов единоборств Перешли в эту плоскость И выступают сейчас Очень неплохо Вот как вы думаете Все-таки Занятие вольным стилем Или все-таки Какой вид спорта Ближе к смешным единоборствам Из любительских Чтобы перейти в профессиональный Да, но все-таки Может быть маленькое Оу, точное попадание И жесткие очень навстречу Как раз действует Очень грамотно и верно У нас Илья Самаров Здорово встречает Если возвращаться к вашей теме Затронутой, Денис То, конечно Все-таки Если не говорим о тенденциях в Америке То это был действительно Такой период Что большинству бойцов Представляли вольный стиль А сейчас он уходит в лето И чаще всего Все-таки Успешные ребята Существуют в вольную борьбу И знаете Эта тенденция Только в Северной Америке Я думаю Что и в нашей стране И вообще В Азии И в Европе В Европе Хотя не так ярко Сейчас развивается Смешанные бои Как и раньше В том числе Но мы говорим И о Бразиле Так же Поэтому Там просто другой вид Там борцовский вид Грепника джиу-джитсу Бразильское БЖЖ Всем известно Поэтому я думаю Что и склоняюсь К тому Что все-таки Какой-то борцовский вид Но Если мы говорим Все-таки о тенденциях Это вольная борьба Если мы говорим О частностях То это в Бразилии БЖЖ Например Там еще где-то Может быть Что-то иное Но Для меня Вот видится Взять Вот как тренеру Например Взять вольника А вот у нас в России Все-таки В России в том числе Боевые самбисты Да Самбисты Особенно Рукопашники Да Пример Федора Емеляенко Он По-моему Для всех Является Показательным Человек Истинный Дзюдо И самбист Который В последующем Прогрессировал По всем показателям Универсального поединка Здесь у нас Как раз Действительно Вы правы Россия В этом отношении Она Немного Отличается Вольная Борьба Также присутствует Как тенденция Но Естественно Дополняются наши Национальные виды Самбо и дзюдо Самбо в большей степени Как я понимаю Все-таки Она Больше Наверное Подходит По Каким-то там Техническим Да Характеристикам Вот вы как Человек занимался Дзюдо И самбо Можете сказать Об этом Чуть более подробно Почему дзюдо Не так ярко Борцы из дзюдо Не так ярко Себя проявляют И последствия Уже в ММА И вообще Большинство из них Не идет туда Они не интегрируются Вопрос Да Понятен Но я думаю Что все-таки Дзюдо Олимпийский вид спорта Это первое Да Что ребята Стремятся К своему золоту К своему чемпионству При этом А например Средние дзюдо Есть ли ребята Мастера спорта Под дзюдо Или там Я думаю Что они достаточно Неплохо будут Себя проявлять Но они Заметьте Не идут Не идут Потока нет Да Не идут Но все-таки Я думаю Что они Больше идут в самбо В боевое самбо А уже потом После этого Они переходят В смешанное Одиноборство И про них говорят Как по самбистам Боевых самбистам Почему все-таки Потому что Боевое самбо Очень близко К смешанному Одиноборству Да Вот я хотел бы еще Как Горту Именно как Горта Мне интересно Индивидуальности Да, конечно Рукопашников Я вспомню Топовых Бойцов Сегодняшнем Современном ММА А вот Как Горту Вы бы могли бы Так Прямо Целую плеяду Взять и Вспомнить Фамилии Которые писали Рукопашников Ну конечно Это Известные Братья Кулинич Борис Александр Это Это Представитель Ростовской школы Это Сергей Бондаренко Здесь совсем рядом На самом деле Амаров Находится Рядом С победой Естественно И причем Эта победа Может быть Таким забиванием Завершится Да И она Происходит Да Видите Несмотря на то Что Все таки Давид Габара Должен был Очень Уверенно Чувствовать себя В партере При этом Ильяс ему Амаров Не дал Шанса Чтобы Проявить себя В этом А возвращаться Если опять же К вашей теме И вот Когорта Рукопашников Ну да Мы можем Кстати Борисов Борисов Все-таки универсальный Боец Боец универсального Вида Единоборства Или Олег Борисов Он рукопашник изначально Да По прозвищу Данкрат Данкрат Да У которого телосложение Все-таки Такое Что он Заходил Если В ноги Он не давал шансов Своему оппоненту Он обязательно его вырывал Я знаю Что он Очень многих ребят Сильных Сильнейших Наверное И вольников В том числе Он поднимал в небо На третий этаж Даже не на второй Очень неплохо И очень уверенно Очень хорошо Я сказал Что он себя проявляет Вот он базовый рукопашник Или в нерсальный бой На стадии подписания Он является Пятикратным чемпионом мира По универсальному бою Соответственно Пятикратным чемпионом России По универсальному бою До этого До универсального боя Неужели он пришел В универсальный бой Вот В основе Я думаю Что Либо вольный Больная борьба Либо Его база Наверняка является Все-таки Наверняка Это какая-то Борцовская составляющая Не знаю Так хорошо Олега Но Я знаю Одного Моего друга Достаточно Такого Интересного Парня Тимура Валива Который все-таки Одержал победу Валивте